Микс Ньюс. Министр здравоохранения Илза Венькил у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Звоните, если у вас такая возможность задать вопрос. 672 12 93 9, 672 13 93 9. Если вопросы у вас есть, только постараемся, попросим очень коротко, потому что времени мало, тем много, как обычно, есть что обсуждать всегда. Я могу сразу сказать, что вот, ну, к сожалению, у меня вот родственники, как раз, ну, вот родственница попала в больницу, упала страдания. Но вот в новый корпус я мог действительно оценить, ну, вот зайдя, я был, ну, очень удивлен, насколько по-европейски так мощно и так продумано, что там все очень-очень рационально сделано. И я так понимаю, что, в принципе, сейчас еще требуются деньги для... Страдания. Да, для страдания. То есть это... Там еще запланировано как минимум две очереди строительства. Это корпус был построен, и сейчас до 2023 года должен быть застроен еще один корпус, в который тогда бы перенесли, ну, основную, еще оставшуюся часть из вот старых этих домов. Конечно, уровень комфорта несравним, да, если у вас светлые, чистые, и хорошо обвираемые палаты, в которых... И оборудованные... Кроватями, и аппаратурой, и там, и самому пациенту более удобно, конечно, если есть душевая и туалет, не в конце коридора на 30 человек один в каждой палате, это, конечно, несравнимо лучше. Но требуется еще 29 миллионов евро, и я так понимаю, что вот проходила в Фрисе информация, что их возможно получить все-таки от Евросоюза, да? Да, это вообще, вот эта застройка, она финансируется европейскими фондами, а то, что еще помимо 91 миллиона, который предназначен для постройки следующего корпуса, нужно еще 29, деньги, конечно, огромные. Тут, к сожалению, играет роль, что открывая вот этот конверт европейских денег, поскольку это такими волнами, получается, очень, ну, подскакивают цены на строительство, и там, чтобы понять масштаб, все эти вещи, новые корпусы были проектированы почти 10 лет назад, да. Так что, конечно, те расценки, которые были 10 лет назад, сейчас, к сожалению, недействительны, и там вот получается, что отчасти это и подорожание цен в строительстве, отчасти это пересмотрены новые нужды, более удобно для пациента и медперсонала, и, ну, вот, к сожалению, тут мы сейчас в такой ситуации оказались, что надо еще дополнительно денег. Но хочу сказать, что есть один очень хороший сигнал, что в этой очереди на постройку следующего корпуса на строительство квалифицировались 9 строительных компаний, и, как мне коллеги говорили, две из них такие, которые, в принципе, служат сигналу того, что конкурс был публикован без заранее известного победителя. И я, конечно, очень рада тому, очевидно, у нас вот как-то этому новому правительству, и мне в той очереди получилось дать сигнал, что тут следует побороться по-настоящему за конкуренцию, и никто ничего заранее не заготавливает. Вот по поводу нового правительства, тут министр регионального развития, господин Пуц, дал такой сигнал, наверное, всем министрам, не знаю, насколько там это было, подставы или нет, говоря таким простым языком, отчитался о сроке, который он провел, ну, и все министры провели, это 200 дней, и вот он сказал, чего он достиг, и как-то начали других тоже спрашивать, что вы можете рассказать, кто-то говорит, что 200 дней – это мало, только вот на раскачаться, кто-то говорит, что много, что для вас 200 дней, что вы можете сказать? Чем я реально горжусь, у нас получилось с коллегами и в министерстве, в том числе и в правительстве, принять поправки к одним, ну, МК, о том, что с апреля следующего года мы начинаем применять другую практику по лекарствам, которые компенсируются государством, и это был как такой порог, который не могли переступить более чем 10 лет, потому что из очень-очень сильного лобби, ну, лоббисма фармацевтических компаний, что пациенту выдается самое дешевое лекарство, и включаются эти лекарства в список компенсированных медикаментов не по оригинальному названию, то есть фирмы, а по активному веществу, которое, в принципе, в лекарствах одинаковое. По расчетам Министерства здравоохранения, это только на кофинансирование с кармана пациента должно дать около 20 миллионов евро меньше расходов, это значит, что наши пациенты будут доплачивать за лекарства меньше. Ну, это вот как раз-таки эта поправка, которая была принята перед так называемыми каникулами правительства, да, в последнее заседание перед месячным перерывом, и тогда, ну, много тоже вопросов, и пациенты говорили, и врачи некоторые говорили, что, в общем, может быть, идея хорошая, но все равно всегда есть какие-то нюансы, да, и, например, есть пациенты, и нам тоже слушатели наши звонили, что вот есть препарат, который долго подбирали, были побочные эффекты на протяжении нескольких лет, и что именно это лекарство... Это ему нужно, да, человеку. И тут мы более, ну, открыты, учитывая нужды пациентов и свободу выбора доктора, если в таких и достаточно богатых государствах, как Финляндия, Швеция, Германия, Великобритания, и у них там вообще нет дискуссии, выписывается по активному веществу и выдается более дешевый препарат, то мы предназначили возможность в 30% случаев, если мы смотрим на практику, например, семейного врача, что вот именно по медицинским индикациям можно выписывать определенный конкретный медикамент, и просто врачу надо занести вот в карточку пациента эти медицинские показания, почему выбирается именно конкретный медикамент, конкретные фирмы. Так что тем пациентам, особенно с трансплантированными органами, где очень-очень тонкое дело, и это на самом деле очень сильно может повлиять на их состояние и здоровье, можно будет оставлять тоже те же медикаменты. А вот говоря, вы упомянули о том, что в числе заслуг именно честно проведенные конкурсы, честная конкуренция, вот чем закончилась вот эта история с закупками лицензионного оборудования для IT-проекта, да, и здоровья, то есть там, где вы, вы сказали, ну, как бы мысль о том, что не было честной конкуренции. Ну, там, помимо того, что не было честной конкуренции, Это имеется в прошлое, ну, прошлое правительство, да. Да, 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 там еще, к сожалению, было, и у нас есть обоснованные сомнения о том, что даже там были закуплены несуществующие программы, да, что, конечно, вдвое ухудшает ситуацию. Я понимаю вообще, что, в принципе, коррупция – это очень пагубное дело. Но если еще такие вещи происходят в системе, где мы говорим о здоровье человека, это вообще, я не знаю, там, люди должны в аду гореть за это. Но то, что сейчас ситуация такова, что мы разобрались с этими схемами, ведем переговоры с поставщиком этих несуществующих и странных программатур, и там это будет, как говорится, долгий танец, да, мы запрашиваем эти деньги вернуть, конечно, предприниматель и коммерсант говорит, что все абсолютно в порядке, и это, очевидно, будет ситуация решаться в суде. Ждем информации от полиции, потому что мы подали тоже информацию, что тут есть признаки о крапной цепи, но мошенничество. Хорошая весть такова, что в национальной связи с любездаемость это принятый человек, который профессионален и будет ответствовать, и он отвечает за весь проект здоровья, и мы сейчас делали ревизию, потому что тоже там это проектирование, чего надо закупать, и в следующей очереди здоровье, было делано пять лет назад, а в IT-системах это целая вечность, да, и сейчас мы делали ревизию, что надо ставить, и надо, ну, вырабатывать из этих задумок пятилетних, пятилетней давности, так что продвигаемся. Я вот читал о том, что у вас была встреча с президентом господином Левицем, и как раз таки вы высказали, ну, мнение, что эта система, ну, оказание электронных услуг, в принципе, ну, в приоритете она будет осуществлена, да? Да, там по нескольким причинам, потому что, я думаю, почти каждый человек всё-таки сам на своей практике почувствовал, что эйрецепт – это очень, на самом деле, удобно, вы можете позвонить своему доктору и через пять минут зайти в аптеку и получить свои лекарства, и, конечно, следующие вот эти проекты, которые электронные, ну, менеджмент очередей на услуги государством оплачиваемые, что вам не надо звонить в несколько местах, вы просто в одно место подаете свою заявку, и эта очередь сама регулируется. Это, конечно, очень-очень удобно сначала пациенту, и, конечно, проще работать и медицинским работникам. Ну, вот мы устраняем сейчас те ошибки, которые были констатированы в разработке здоровья в первую очередь. Это 50 ошибок, которые мы, как бы, и со стороны пользователей были определены, к сожалению, срок гарантийный, чтобы выработали, можно было за счет денег тех, которые эту систему создавали, кончился, да, как это иногда бывает. И, конечно, тут, ну, это... И время требует, к сожалению, и, конечно, дополнительных расходов. Вот по поводу очередей, чем эта электронная система очередей будет отличаться? Вот есть уже ринда-пиарство, да? Там можно увидеть, где, сколько дней ждать, какие врачи. Ну, тут, опять-таки, ринда-пиарство, но оно, слава богу, больше удобно для пользователя, чем раньше там была такая огромного размера Excel, ну, таблица, которая, видимо, без очков и огромного размера экрана и толком-то разобраться нельзя было. Ринда-пиарство на более, ну, проще это все видно, но все равно вам надо самому звонить или самой звонить, да, в каждое учреждение и спрашивать, а на самом деле, как долг, записываться, да, в нескольких местах. А вот эта электронная очередь, она была бы такая, что вы записываетесь, в принципе, ну, указывая, в каком регионе вы желаете получить эту услугу и записываетесь только в одном месте и это по принципу, ну, этого самого Рауслэда, ну, что вам не надо звонить и отказываться в других местах, эта очередь, она сама предлагает варианты. То есть, если, например, в пять мест записался человек в ожидании, где будет быстрее, как только он получил эту услугу, он сразу исключается из-за страны? Исключается, да, потому что и сейчас так, и я понимаю людей, надо услугу, вы записываетесь, я не знаю, там, в пяти, в шестих местах одновременно, вам надо ждать, я не знаю, там, полтора месяца, конечно, забывается, и когда ваша очередь где-то настает, конечно, можно забыть, позвонить в другие места и сказать, что вам это уже не актуально, а в тех регистрах человек считается, как еще в очереди, и, конечно, это не позволяет другим получить эту услугу, так что... Ну, вот еще один, мы уже так подобрались к этой теме, вчерашний, в общем-то, вчера состоялось заседание комиссии, срочное, да, из-за ситуации в Даугавпилской больнице, и на этой комиссии было сказано, что около тысячи медицинских работников не хватает у нас, насколько это реальная цифра, и насколько это реальные вакансии, или это, например, один врач-гинеколог, там, он может работать в трех местах, например, да, и вот это, вот эти вакансии. И если это действительно тысяча, то это, конечно, поражающие цифры, и это понятно, что сейчас вот не выделив 20 миллионов, мы это не решим, и завтра врачи там у нас чудесным образом не появятся. Более, ну, сложная ситуация у нас именно с медицинскими сестрами, потому что по статистике, по регистрам врачей-то у нас, в принципе, хватает. То, что распределение врачей, они одно, ну, такая однородная, да, в Риге где-то хватает, где-то не хватает, но более острая ситуация в регионах, но по средним данным мы вот посередине Евросоюза и ОАСД, а вот со сестрами у нас-то точно очень сложная ситуация, потому что если в странах ОАСД среднее количество сестр на тысячу населения, тысячи людей, это около девяти, у нас четыре, да, у нас, в принципе, половины сестр не хватает. Что делать? Что делать? Ну, тут самый надежный метод, что делать, это не отказываться от увеличения зарплат, чтобы были нормальные зарплаты, и человек эту сложную работу делая, знал бы, что в конце месяца у него будет это все достойно оплачено, это самый надежный способ. 120 миллионов, да, вот вы говорили. Да, это чтобы выполнить обязательства и эти самые солои. Да, но обещания, да. Обещания, данные прошлым правительствам и в то же самое время, и этом саймам новым после выборов коллеги вот в полном здравии и при полном смысле сделали поправки в законе и вот эти конкретные цифры в конце прошлого года занесли, что надо дополнительно 120 миллионов на зарплату. Второе еще, конечно, система образования, и это тоже одна из вещей, которая сделана за эти 200 дней, что образование сестр мы делаем более логичное, что сестры учатся, а сейчас не будут утренять слушателей, ну, более логичная система обучения сестр тоже, и, конечно, условия работы, да, насколько они, ну, учитывают тоже нужды медперсонала. Но быстрых решений не будет, как вы правильно сказали, если у нас нехватка медперсонала настолько велика, и мы не уникальны, вся Европа этим страдает, по расчетам организации и здравоохранения всемирной, до 30-35 года в мире целом будет не хватать 13 миллионов медработников по всему, ну, по всему миру, так что эта ситуация такая она есть, и просто, конечно, без того, что мы увеличиваем зарплаты, надо все-таки тоже разрабатывать телемедицину, консультации отдаленные, да, специалистами в Риге, это, к сожалению, но факт будет наша реальность. Но вот действительно это проблема, потому что можно строить новые больницы, закупать новое оборудование, но вот была еще со старых времен кадры решают все, то есть вот если нет людей, то кто на этом оборудовании будет работать? Именно, ну, то, что в медицине развивается, конечно, эти вот все дигитальные решения, да, консультации, возможно, отдаленно, да, и это используется уже в региональных больницах, да, но опять-таки мой прогноз, что систему больниц, например, да, эту сеть больниц мы будем и дальше пересматривать, и трудоемкие, сложные операции и помощь будет концентрироваться в трех региональных больницах, это Даугопилс, Леопая и Ваумера, и, ну, самые-самые сложные они будут в Риге. Ну, так что время, когда в каждом селе почти была больница, в которой оперировали, и это кончилось. По поводу медсестер еще коротко, если можно, был момент пару лет назад, когда они массово уезжали, да, за границу, позволяла квалификация, наше образование, но не могли здесь работать. Потом вроде как говорили, что они начали возвращаться. Действительно ли они возвращаются? И в каком объеме? Итак, начнем с того, что не уезжают таким большими темпами, опять-таки, потому что два года подряда было увеличение, ну, заработных плат, и то, что говорят руководители больниц, если сейчас правительство свое слово не сдержит, то люди, конечно, очень-очень разочаруются, и еще один круг обещаний, что будет лучше через незнаемое время, ну, кто поверит этому, да? Так что, потому очень-очень важно, чтобы в бюджете следующего года были предназначены деньги для увеличения заработных плат, но вот что говорят большие больницы, что понемножку все-таки медперсонал возвращается в систему здравоохранения, потому что люди поверили, что будет улучшение. Ну, вот вы в Твиттере в своем как раз высказывали мнение, что для налоговой реформы, к сожалению, нужно будет не уменьшение налогов, а их увеличение, да? Увеличение, да. И очень умное увеличение, потому что мы видим, как, например, пагубно повлияла так называемая налоговая реформа на жертвование, да, спортивным организациям, благотворительным организациям, да, что очень-очень резко упали, ну, подоходовый налог с предприятий, да, огромное, ну, потому что там сделали это, что инвестиции, если вы инвестируете в свои предприятия, тогда не надо платить налоги. Если мы смотрим чисто по раскладу, по системе налоговой, мы еще до сих пор все-таки облагаем большими налогами, ну, работу, да, меньше капитала, и это нечестно. Ну, в старых демократиях там, в принципе, капитал облагается такими же налогами, как и доходы с работы, да. Скажите один, ну, какой-то повод, почему человек, который работает, я не знаю, например, в максиме, в кассе, да, по 8-10 часов в день, почему, ну, нагрузка налогов на его работу больше, чем человек, который получает дивиденды своего капитала, да. Так что это один, ну, канал, ну, путь, который будет раньше или позже, я надеюсь, лучше раньше, чем позже, пересматриваем более прогрессивное на доходы именно, и мы знаем, что у нас, например, на, пьесарню, это на загрязнении, да, ну, эти налоги тоже еще есть там вариант, где можно поднимать, но опять-таки это надо делать очень тонко и умно, чтобы налог на работу уменьшался, а увеличивался на потребление, да, потому что человек может свое потребление регулировать, да, так что, ну, я думаю, что, к сожалению, мы на следующий год не соберемся, никакие реформы на налоговую систему. К сожалению, на вас? Потому что, ну, ситуация такова, экономика растет, конечно, но пока мы не доделаем вот эти изъяны в налоговой системе, конечно, доходы в бюджет меньше, чем нужды, да, если мы знаем, что у нас на здравоохранение не хватает около миллиарда евро, да, конечно, это за год никаким образом не собрать, да, но если мы не меняем систему налоговую, то, конечно, это мы не соберем и за 10 лет. Вот по поводу бюджета, как раз-таки премьер-министр господин Каринч вчера заявил, что у нас самый большой бюджет, который вообще был до этого дня, то есть денег достаточно, осталось их правильно перераспределить, что сейчас вот будет борьба министерств за эти деньги, потому что они видят, что больше. При этом многие говорят и отмечают и жители, и сами политики, и должностные лица, что не всегда эти деньги перераспределяются с умом, распределяются с умом, что иногда вот, как вчера говорили, что в министерстве сообщения нашло, надо было поискать, нашли они там 3,5 миллиона, нужно было на зарплаты педагогам, министерство образования тоже вроде как там что-то где-то поискали, поискали и опять-таки нашли эти деньги. Значит, они как-то есть, если правильно администрировать их. И есть отрасли, в которых объем денег, если мы смотрим, он на самом деле, ну, конечно, все это в сравнении, да, если мы сравниваем с другими государствами Евросоюза, то, да, на самом деле объем денег в отрасли, например, образование, он даже выше, чем среднее в Евросоюзе, да, но вот распределение, оно хромает, да, на высшее образование у нас слишком мало денег отводится, но мы поддерживаем сеть школ, которые, ну, в принципе, неэффективны, да. Ну, это, чтобы перераспределить, это, конечно, очень кровавые действия, да, это трудно политику, но если мы сравниваем, например, здравоохранение, то тут у нас и по объему абсолютно недостаточно, если такое приличное финансирование начинается с 6% с волового продукта, да, а у нас неполных 4, ну, извините, мы там можем перекраивать, как хотим, да, если вещь стоит 100 евро, мы его за 30 никаким образом низкостим эту, да, расходы, так что в здравоохранении ситуация другая, у нас хронически не хватает денег, и тут мы опять-таки смотрим на то, сколько собирается с налогов, да, по нашему голововому продукту, и мы под средним уровнем Евросоюза и страной сидим, что значит, что мы никак эту свою социальную ответственность, например, в сфере здравоохранения реализовать не можем. А что с двумя корзинами тогда? Их отменили, при этом камнем преткновения были микропредприятия, ну, и та часть населения, с которых вроде как этот 1% не убирался, на какой стадии сегодня? В принципе, Министерство здравоохранения готово со своим вот этим предложением, что делаем систему, у которой всем относятся одинаково, если было принято решение, которое я на самом деле не поддерживаю. Но это было сделано уже там не повернуть назад, что добавляется 1% пункт социальным страховкам, взносам страхования, тем, которые работают в простом режиме налогов, да. А вот 7 других категорий, которые авторские там договора с самопашнодорбинатами, микроузнямами, их как-то вот оставили за бортом. Ну, предложение, мое предложение, что тогда давайте, если это 1% пункт со страховых взносов, тогда всем, да. Правительство в целом не было готово к этому, ну, у нас задание с парламента, и хотим-не хотим, это будет, если не раньше, то в апреле следующего года эти поправки все таки будут приняты, и они будут действительны, ну, не позже, как с 2021 года, что все тогда мы участвуем одинаково. Независимо от того, в каком режиме налоговым вы работаете, это 1% пункт социальных взносов, он предназначен для здоровья. Но он добавляется, то есть, если, например, на сегодняшний день микроузням он сплатит 15%, то будет 16%. Нам пишут в WhatsApp, по Facebook часто появляются сообщения о том, что в рижском роддоме не оказали помощь новорожденным близнецам, они погибли, страдания также, есть детская смертность. Ну, вот мы тоже недавно, кстати, писали про случаи, когда близнецов не удалось спасти и даже не сообщили врачи. То есть, сначала один мальчик уже родился мертвым и не сообщили об этом матери. Что у нас не так, какие выводы? Спрашивает слушатель. Ну, я воздерживаюсь комментировать конкретные ситуации, не зная, ну, более детально, но да, мы были с плохими, ну, показателями по детской смертности новорожденных каких-то год назад, но сейчас эта ситуация, ну, все-таки улучшается и там есть целый план такой по здоровью матери ребенка, который, ну, принимает там меры, чтобы вот такие ситуации не случились. Были они, почему? Потому что у нас специалисты не были готовы. Я не могу, на самом деле, я эту конкретную ситуацию не могу, я не знаю, ну, конкретно не могу, к сожалению. Есть звонки, да? Звонки у нас, да, конечно же, по двумлением и коротко попросим задавать, чтобы хватило времени ответить. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, госпожа министр, какие у меня есть рычаги в воздействии на своего лечащего врача, чтобы... Я гипертоник. Я уже говорила на эту тему. Я принимаю Кантар-16. Целый год я подбирала себе лекарства, чтобы я не кашляла и чтобы их хорошо действовала. Это действует отлично. Теперь мне в нем отказывают. Она мне говорит, я не умею это делать. Я не умею заполнять вот эти данные, 30%, которые мне вот положены, ну, как вы говорите, да, чтобы вот индивидуально было. Вот. И сейчас мне вообще заявили, что Кантар-16 убирается с продажи. Это правда или нет? Спасибо. Спасибо. Ну, я про конкретные лекарства, опять-таки, не могу сказать, убирается или не убирается с продажи. Это можно позвонить в агентство «Зальва Остадентура» и узнать, собирается ли производитель, ну, оставится латвийский рынок или нет. Но вот то, что однозначно неправда, эта новая система по выписыванию с активного вещества, она будет действительно с апреля следующего года. Так что если врач вам говорит, что он не умеет что-то заполнить, это однозначно не соответствует действительности, потому что сейчас эта система старая, и даже при новой системе там не будет ничего очень сложного заполнить, просто в карту пациента заносится запись, что по медицинским индикациям нельзя менять препараты, это всё. Так что, но если есть сомнения насчёт профессиональности врача, я бы посоветовала обращаться в инспекцию по здоровью, да, и тогда там можно и позвонить, поконсультировать. Можно жал, ну, написать. Можно и позвонить, и спросить, ну, и, конечно, как конечная возможность писать жалобу, чтобы свои права засуществить. Надевайте наушники, примем ещё звонок. Доброе утро. Доброе утро. Я рад, что я сумел дозвониться. Мне вот такая подсказка, господина министра, госпожа министра. Я 40 лет работаю в медицине, и мне кажется, что вы, вот, несмотря на то, что вы не врач, довольно мыслите в правильном направлении, как исправить ситуацию. Ну, во-первых, я думаю, что нужно пересмотреть тарифы на услуги и приравнять их к тем тарифам, которые имеются в частной медицине. Потому что мы не будем скакать из поликлиники в поликлинику, из государственной клиники в частную для того, чтобы заработать деньги. Это одно. И забрать эту прерогативу у НВД. Потому что получается абсурд. НВД назначает тарифы, и НВД их платит. И там бывают такие ситуации, когда сама процедура, ну, настолько минимальная, что мне, допустим, её даже, ну, неинтересно делать, потому что я получу за неё 20 центов или 30 центов. Это одно. И второе. Насчёт нашего сатверсма. У нас сказано, что деньги следуют за пациентом. Я думаю, что идёт неправильное распределение средств в плане квот. Потому что сейчас ситуация какая. Допустим, в одной поликлинике, в которой я работаю, нету квот. И бабушка, которая пришла на приём, она должна заплатить 30 евро за приём к хирургу, должна заплатить за рентген. Столько же, и со слезами на глазах она говорит, мне всю пенсию нужно отдать для того, чтобы что-то пройти. Человек заболел, у него проблема. Почему деньги не идут за ней? А в какой-то поликлинике этих квот перенасыщено. Вот это большая ошибка. Я думаю, что вам нужно пересмотреть распределение вот этих квот по медицинским учреждениям. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Очень, ну, на самом деле, тонко подмечены проблемы и корректно по тарифам. Тарифы перечисляются сейчас, да, и просто объём тарифов огромен, да, и мы перечисляем их сейчас, учитывая... Перерасчёт, в смысле? Да, 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 перерасчёт. И, конечно, увеличивается тариф, и в некоторых специальностях это уже сделано, так что это мы над этим работаем. Это во-первых. Второе, очень правильно подмечено, что надо эти тарифы пересмотреть, потому что, чтобы не было нужды из частного сектора в публичный, перескакивать только, чтобы заработать. Одно решение, как удержать медперсонал в больницах государственных и самоуправления, тоже, извините, никакой ракетного этого самого знания не надо, нормальные зарплаты, да. И то, что сейчас консенсус подведён, что как мотивировать врачей остаться и дежурить в государственных больницах, платить нормально. Так что это тоже в разработке. И то, что было по квотам, особенно острая ситуация в Риге, и мы тоже над этим, но это в одних приоритетах моей работы, мы распределили Ригу, посмотря, чтобы человеку было удобно и более близко к месту его жительства получить услугу. Сейчас это неравномерно распределено, и мы просто такие, ну, как сделали, ну, такой на карте, буквально обвели кругами и распределили Ригу на 13 таких округов, и вот по этому дальше будет распределяться, ну, вот квоты услуг, чтобы человеку сбитерник, и не надо было ехать через всю Ригу на пар, да, угаву, да, и чтобы он мог по возможности всё, что государством оплачивается, получить более близко своего дома. Примем ещё один звонок, называется «Наушники». Доброе утро, очень коротко попросим. Доброе утро. Уравнять тарифы – это поднять ещё оплату медицины. Вот я прослушал о медицине Швейцарии, да, как бы, как у нас всё прекрасно, здесь разобрали, здесь гордимся. Госпожа Винкева, госпожа министр, вот я вам могу абсолютно точно сказать причину наших бед. Пока деньги, которые почти в миллиарде сейчас даются на медицину… Больше чем миллиарда. Больше миллиарда. Сверху вниз, как и делится, так и будет, что сегодня у главы Восточной больницы 500 в день, а сёстрам 500 не хватает. То есть снизу, если вы начнёте распределять от тех, кому не хватает, от этих сестёр, про которых говорят, десятилетия, только тогда хоть что-то может измениться. А так мы здесь гордимся, мы этим вы гордитесь, здесь вы разобрались. Ну, чушь, просто чушь. Спасибо. Спасибо. Да, ну, это, кстати, да, были вопросы у нас, и всегда вот как перераспределяются деньги, почему их так много, но кажется, что всё равно не хватает миллиардов. А это даже не кажется, что не хватает, их на самом деле не хватает, потому что, ну, здравоохранение это не дешёвая, не дешёвая отрасль, наоборот, и там денег надо будет только больше и больше, но тут я очень хорошо понимаю, ну, негодование того, что, например, директор одной больницы очень-очень хорошо оплачиваемый, да, а медсестра той же больницы там пытается наскребить себе более-менее человеческую зарплату с очень сложным трудом. но моя уверенность такова, что ответственности обе очень большие, и медсестры, и директора больницы, да, но ситуация такова, что им обоим надо платить, ну, достойную зарплату, да, и та ситуация отличается, что руководитель больницы один, а медсестр очень-очень много, и, конечно, что разница в зарплатах, она всегда будет, потому что руководитель коллектива, который ответственен за, я не знаю, пять тысяч человек и за бюджет больницы в объёме 200 миллионов, конечно, он всегда везде в мире будет оплачиванием более, ну, высоко, что не значит, что медсестры не должны получать тоже по... А вот, возвращаясь к 6%, вот есть ли всё-таки, вот вы говорили о том, что сейчас это 4% от бюджета, а нужно 6, есть ли всё-таки какая-то надежда, что когда-нибудь это вот 6% будет выделяться на здравоохранение? И что для этого нужно сделать? Ну, вот, как вы думаете, что я могу ответить на этот вопрос? Конечно, я должна ответить, я должна верить, что мы когда-то ещё при нашей жизни увидим, что финансирования медицины будет достаточно. Что для этого надо делать? Как уже я говорила, там два направления, одно – это ревидировать систему налогов, чтобы она и стимулировала, ну, это самое узнение медарби, принимательство и облагала более честно налогами тех, у которых, с кого можно взять и оставляла в покое тех, которые сами работают. Второе – более эффективное распределение денег, как уже упоминалось, да, и в самой системе, так что он в двух направлениях. В начале лета вы выступили с докладом о психическом здоровье, тоже такая была информация, не самая приятная для общества в целом, да, наверное, потому что, например, ту же там депрессию мы, ну, некоторые до сих пор не воспринимают как болезнь, особенно там подростки у них, это вообще постоянно, они в вечной депрессии, да, и прочее, и прочее, и сделали это приоритетом на следующие два года. И вот возник вопрос раньше, например, вы тогда на этой пресс-конференции, когда презентовали, вы сказали, что у нас еще вот это советское чуть-чуть мышление, что мы воспринимаем это, там, например, лечение в психиатрической больнице как наказание. Наказание, да. И тогда еще вот было, да, что это может быть наказание, и второй такой был путь – это избежание, например, армии или там в судебном деле для того, чтобы там где-то меньше срок получить, там тоже, да, там можно было получить какую-то справку. На сегодняшний день, насколько часто этим пользуются для таких дел, насколько это вам… У меня нет данных, ну, для этого, по поводу этого, но то, что картина в психиатрии, наркологии очень-очень плачевна, потому что об этом не говорят, это очень такая тоже деликатная вещь, да, и человек более готов делиться своим опытом, если у него, к сожалению, онкологическое заболевание, да, но такое несчастье случилось, чем, например, форма шизофрении или той же самой депрессии, потому что там мы как общество не настолько еще, ну, сочувствуем, да, и стигматизируется, да, но сразу говорят, о, он ненормальный, да, и там консеквенции по поводу работы сразу, и, конечно, это очень острая проблема, которую только увеличением денег не решить, и то, что консультируясь, ну, вот, с самими психиатрами, они говорят, что это старая школа, к сожалению, очень жива еще, что единственная помощь – это человеку с психическими расстройствами его запихнуть в больницу на 30 дней и просто массивно мочить лекарствами, да, и все, от этого ничего-то не меняется, он потом выходит обратно в жизнь, и его жизнь исковеркана, и так что более широкий такой, ну, сеть поддержки, что мы предлагаем этим людям и амбулаторные возможности лечения, более обширная компенсация медикаментов тоже с людьми, с которыми зависимы все равно и с наркологической или, ну, с наркотиками, это очень острая проблема, очень острая. – Спасибо, нам, к сожалению, заканчивать уже надо на сегодня отпускать министра. Это министр здравоохранения Нилза Винкела была у нас в студии, звонки, конечно, продолжаются, но, да, значит, будем приглашать еще. Спасибо вам большое. Всего хорошего.